Всем привет, с вами Ростиксон. Сейчас я расскажу про NFT Marketplace Paras. Кстати, у вас есть NFT? У меня есть парочка, но мне их друг подарил. Так, все ссылочки будут в описании, а именно на сайт Paras, на мой Телеграм-канал, где много всего интересного, где вы сможете узнать, в чем я участвую, что делаю. В данный момент участвую в одной интересной штуке, в какой именно, вы сможете узнать, подпишавшись на мой Телеграм-канал. Такс, начнем же. Paras. Это универсальный социальный рынок DAG для создателей или коллекционеров. Ну, грубо говоря, NFT-площадка, где есть люди, которые создают NFT, есть люди, которые покупают NFT. Такс. А именно, для коллекционеров вы можете открыть для себя красивые художественные карточки, там, картинки, собирать их с помощью технологий на основе блокчейна, которая предотвращает подделку и обеспечивает доказуемое право собственности. Для художников создавайте свои цифровые картинки, арты, продавайте их на торговые площадки за несколько кликов, ну и зарабатывайте на своем цифровом творении. Paras. Это торговая площадка NFT для цифровых арт-карт. Paras. Это NFT-площадка лидер экосистемы. NIR. Такс. То, что начиналось как децентрализованная платформа для социальных сетей, теперь стало яркой, меккой для криптоискусства. На Paras можно найти все. От единичных работ до тематических серий. Кстати, вот я тоже довольно-таки часто, наверное, еще год назад думал, что NFT бессмысленная. Некоторые картинки мне прям совсем не нравятся, потому что я некоторые считаю очень переоцененным. Но, также, вы только не думайте, что там именно только какие-то картинки, у которых нет никакой пользы. Там также есть, я вот недавно покупал NFT за один NIR, которая даст доступ к турниру, на котором будут призовые, там более 20 NIR. Ну, то есть, NFT бывает разное, бывает с утилити, бывает просто для красоты, ну, примерно так. Ну, в общем-то, может быть, мысль, я сказал, какую-то простую, но довольно интересно, и немногие это понимают. К примеру, у меня несколько знакомых покупает NFT дешево, продает дороже. Кто-то минтит NFT на NIR, кстати, можете в комментариях написать, есть ли у вас какие-то NFT от NIR, покупаете ли, заработали ли, что вообще об этом думаете. У Paras, в общем-то, штаб-квартира в Джакартии. Будучи первым домом для цифровых комиксов на NIR, писатели иллюстраторы могут загружать свои цифровые, там, картинки, арты, в качестве коллекционных NFT и их продавать. Теперь поклонники комиксов, криптоискусства могут взаимодействовать, привлекать и поддерживать создателей, покупая NFT или даже оставляя художникам чаевые. Команда Paras не останавливается на художных работах и комиксах NFT. Как сообщил фонду NIR, соучредитель Рахматрики Албарики, Paras планирует выпустить несколько других функций в ближайшие месяцы. Вся эта часть плана по созданию широкого культурного центра для NFT. Кстати, создатели NFT получают деньги не только, когда у них покупают NFT, но также они могут поставить Royalty 10% или больше. И тем самым, если вы создаете какую-то крутую NFT, поставите Royalty 5%, то каждый раз, когда эта NFT будет продаваться, вы будете получать вот этот процент. Довольно неплохо. Так, Sparas, история происхождения. Это был 2017 год, и Ритца учился на последнем курсе университета. Как и многих первых пользователей криптовалют, его изначально привлекал трейдинг. Но как разработчик, Рики также начал знакомиться с более техническими аспектами блокчейна. Он был заинтересован в создании децентрализованных приложений, но не чувствовал, что пришло время для создания децентрализованного приложения. Курирование Параса и NFT Некоторые торговые площадки NFT страдают как визуально, так и с точки зрения контента из-за своей децентрализованной природы. Огромное количество и разнообразие рисунков NFT, хотя они и вдохновляют, но могут быстро сбить с толку с точки зрения пользовательского опыта. Но с Парасом это по-другому. Рики, Шофи и остальная часть команды предоставили Парас простой EX-дизайн, позволяющим пользователям легко находить то, что они ищут. На домашней странице Парас пользователи могут посмотреть избранные коллекции, в которых представлены некоторые из наиболее заметных произведений искусства NFT на платформе. Кстати, покупка NFT довольно легкая. Мы просто подключаем кошелек NIR, выбираем NFT, нажимаем купить, подтверждаем транзакцию в кошельке NIR и все. Я вот так недавно купил одну NFT. Есть также категория для лучших коллекций за последние 7 дней, а также работы, генерирующие самые высокие продажи. Если кому-то любопытно, кто является лучшим покупателем и продавцами на Парас, эти куратские категории тоже существуют. Такс, в декабре 2021 года, через год после запуска NIR, команда Парас выпустила свою последнюю функцию – Парас Комик. Парас Комик – это своего рода отдельное приложение, которое позволяет создателям, читателям, ну и коллекционерам взаимодействовать с комиксами без централизованного посредника. На этой новой платформе публикации комиксов пользователи могут поддерживать создателей, собирая комиксы NFT. У Парас Комик уже есть такие названия, как Боевик Фэнтези, Манга Атома, типовой фэнтезийный комикс Боб Бум и несколько других. Если коллекционерам нравится то, что они видят и читают, они могут даже давать художникам чаевые. Размещение токенов Парас, игры и другие новые функции. Ранее, в этом году Парас запустил стейкинг NFT для токена Парас. Парас, созданный в сентябре 2021 года, как служебный токен, включает в себя эксклюзивный доступ к будущим сделкам и событиям, а также к управлению DAO. Так, ставки Парас также станут основой управления, запуск которого запланирован в ближайшее время. В общем, я уже довольно давно наблюдаю за рынком NFT, но немного в стороне. Но мне все больше нравится, как эволюционирует NFT. Если раньше это просто были какие-то красивые картинки, то сейчас я все чаще встречаю NFT с какой-то пользой. В общем-то, примерно так. Всем спасибо за просмотр. Буду благодарен за конструктивную критику в комментариях. Напоминаю, все ссылочки в описании. Вопросы можно сюда, можно в чатнир, чатниргеймс. Ответим вам на все ваши вопросы. Удачи и будьте аккуратны. Кстати, можете сказать, сколько вы на NFT заработали? Я заработал... Ну, неплохо. Я вот как-то выигрывал NFT от Binance, и я заработал там более 500 долларов. Мне кажется, даже намного больше. В общем-то, NFT прикольно. Как��. Балало.